При назначении Александра Анатольевича на должность министра мы договорились, что спустя год примерно времени встретимся и обсудим ситуацию в лесном хозяйстве. Просто хочу напомнить слова, сказанные мною при назначении, что нам нужен хозяин в лесу. Открытый, честный, принципиальный, который наведет там порядок и там не будет не то что какой-то коррупции, но и каких-то фактов мздоимства. Лес есть лес почти половина страны. Это лес, это наше достояние, данное нам Богом. И мы не просто сохранить должны его, но как рачительное хозяева к нему относиться. Вовремя изымать из леса спелый лес, перерабатывать, чтобы был результат в стране от этой работы. Было много вопросов тогда бывшим министрам, руководителям, людям, которые имеют отношение к лесному хозяйству. Поэтому, Александр Антонович, из всех кандидатур, я вам говорил, я выбрал вашу кандидатуру как человека абсолютно земного, хорошо знающего лес и любящий природу человека. Прошел год. Что изменилось за это время? Особенно в плане экспортных поставок, диверсификации рынков. У нас много в лесу сырья, низкосортного, как вы говорите, древесных отходов и так далее и тому подобное. Как убираем из леса все это, перерабатываем, что мы имеем от этой работы. Потом ставилась задача помочь населению определиться по ценам спилопродукции, удешевить древесину для строительства жилья в сельской местности. Какова здесь система? Больше вопрос к правительству, но и вам в том числе, как члену правительства. Ну и естественно, уход, воспроизводство лесов, селекционные посевы, как работа идет с посадочным материалом, какие здесь проблемы есть. Я помню, несколько лет назад я бывал в ваших питомниках, и тогда мы договаривались о выделении вам дополнительных земельных площадей для возделывания посадочного материала. Реализовано ли это? Порядок в лесу самое главное. Поэтому, пожалуйста, очень кратко, без всяких самоотчетов, состояние дел и проблемы. Спасибо, товарищ президент. Благодаря вам, политике государства, правительства, работе по переориентации рынков сбыта в условиях санкций. Минлесхоз перестроился с июня 2022 года. Если у нас на экспорт поставлялось, товарищ президент, ежемесячно 60 тысяч кубометров пиломатериала до санкций. Мы немножко просели в июле, но у нас, когда вступили санкции, были наработки, и сейчас мы вышли на 77 тысяч кубометров. Это исторический максимум поставки пиломатериалов на экспорт. Если до санкций у нас основной рынок был страны Евросоюза, 56% мы поставляли, сейчас у нас рынок поменялся. Китай у нас сейчас занимает 52%, если было 37%, Россия берет 6%, и второй игрок – это Азербайджан – 24%. До этого был всего лишь 4%. Поэтому эта ниша, так сказать, заполнена. И самое главное, что мы нарастили и в объемном выражении, как вы ставили задачу правительству, что в штуках, кубах, тонах. И хочу доложить, что то же самое уже получилось у нас и в миллионах долларов. До свидания.